Итак, начнем с начала. За нами закрепили республику Татарстан. Я считаю, что на этот очень сложный переходный период нам очень повезло с этим закреплением. Я думаю, что помощь в интеграции в новое правовое пространство будет происходить немножко легче, если поддержка достаточно активная. Первыми из партнеров, которые начали реально работать, приезжать, изучать, смотреть на все своими глазами, оказалась как раз работа республики Татарстан. И первый регион, который реально начал работать, это и есть республика Татарстан. А что сделано за это время? Ну, за это время у нас побывали премьер-министр, почти все вице-премьеры, почти все министры, специалисты по разным направлениям. И сейчас готовятся документы, не, даже не просто документы, а уже начали реально оказывать помощь, например, историко-культурному заповеднику Бахстарайскому. Это, у них зависли деньги, около 4 миллионов гривен, которые до апреля месяца не успели использовать. Ну, не успели, понятно, да, хозяйство, проблемы с серьезной банковской системой. Они нам помогли выплатить заработную плату. То есть выделили деньги на зарплату? Реально, реальные деньги выделили на заработную плату. И сейчас, еще следом, выделили деньги на ремонт электрооборудования, подготовки объекта к туристическому сезону, охранная сигнализация, пожарная сигнализация, ну и так далее. Это реальная помощь. Автомобили выделили какие-то, да? Районные администрации и райсоветы выделили для улучшения работы лифтовые автомобили, которые еще предстоит оформить. О новом законе? Кроме этого, подготовили документы на бурение скважин и там, где есть проблемы с водой. Изучили эту проблему и тоже готовы профинансировать. Обещали профинансировать и уже изучают газификацию, то есть догазифицировать регион. Где-то помочь с ремонтом дорог, где-то подготовки школ к следующему учебному году. По хозяйству тоже ожидается небольшой прорыв, потому что сейчас очень у многих предприятий серьезные проблемы с перерегистрацией. Они здесь имели или филиалы, или даже незарегистрированные филиалы, имея основную фирму на материке. И сейчас не могут даже при наличии денег их проплатить и так далее. И вот как временный предитор выступает опять же Республика Татарстан. И они тоже изучают эту проблему и готовы помогать дизельным топливом, бензином, ядами, химикатами. И даже просто деньгами в тех случаях, когда это необходимо. Но это будут как отсроченные кредиты. Продолжение следует...